Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим об Анталии. Рассмотрим все плюсы, минусы. Также сделаем просто полнейший обзор Анталии, достопримечательности и подумаем с вами, стоит ли вообще ехать отдыхать в Анталию. И если ехать, то где же все-таки лучше остановиться и какой самый лучший пляж выбрать? Да, погнали! Начнем с плюсов Анталии. Это огромный город-миллионник. Занятие найдется тут для каждого. Для любителей спокойного, пляжного, бродильного и прочего отдыха. А теперь рассмотрим географию Анталии. Во Анталии два пляжа. Если у вас летний пляжный отдых, то выбирайте район или Лару, или Коньялты. И такой малюсенький нюансик. Центральная часть в Анталии это скалистый берег. Так что не забывайте при выборе отеля. Но если вы собираетесь в Анталию не на пляж, а просто походить, познакомиться с достопримечательностями, то центр город, так называемый старый город Калиичи, это просто самая колоритная, восхитительная часть Анталии. Несмотря на то, что в этой части города нет пляжного отдыха, в старом городе огромное количество интересных гостиниц. Обычно туда приезжают туристы вне сезон. Это осень, весна, ну и самые смелые в зиму. Вернемся теперь к пляжному отдыху. Какой же пляж выбрать? Напоминаю, что в центре Анталии это скалистый берег. Есть такие пробники, скажем так, мини-пляжи в старом городе, платный. Там буквально метров 50 пляжа. Основные пляжи у нас раскинуты по две стороны Анталии. Один находится в Ларе, другой работает в Коньялты. Ну или отдыхает. А теперь самое интересное. Пляж Лара имеет такие плюсы, как песок и очень пологий вход в воду. То есть, если вы отдыхаете с детьми, это огромный плюс. Но не стоит забывать, что когда пляж песочный и при наличии волн, ветра, вода становится непрозрачная. Также я выделяю большой такой минус, то, что там нет оформленной набережной, в отличие от района Коньялты. И мы с вами еще попозже его подробно рассмотрим. И еще один такой минус-нюанс. В некоторых районах гористая местность. То есть, некоторые отели находятся на возвышенности. То есть, если вы к морю катитесь по горке, то назад вам придется взбираться. Тоже нужно иметь в виду. Ну, собственно, мы с вами поплавали в Ларе. Все обсудили, посмотрели. И теперь перебегаем в пляж Коньялты. Коньялты – это не только пляж. Это еще шикарнейшая набережная длиной аж 8 километров. С велодорожками, с беговой дорожками. Также на набережной можно арендовать самокаты. Можно арендовать велосипеды. Но, кстати, это не только на набережной. Это, в принципе, по всему городу Анталии. И сейчас вы будете в шоке. Цена часа езды на велосипеде стоит полторы лиры. Полторы лиры – это я даже не знаю, какая часть это доллара. Наверное, где-то 0,1 доллар. Вот где, как-то так. Со стороны центра пляж у нас галька. Дальше идет пляж галька с песком. Заход в воду – это как один из минусов. Достаточно такой резкий. То есть, в отличие от пляжа Лара. Но, как плюс, здесь очень прозрачная вода за счет того, что здесь пляж галька. Собственно, все достаточно у нас логично. Также на набережной есть всевозможные кафешки, детские площадки. Местные жители вываливаются сюда в выходные. Да и просто в будние дни посидеть на пикнике со столиками, стульчиками. В общем, атмосфера максимально приятная. Обсудили мы с вами пляжи. Теперь перейдем к самому важному на данный момент. Так как цены, я знаю, в России еще сильнее поднялись на одежды, на продукты. Очень многие сюда приезжают в Анталию именно за шопингом. Шопинг здесь максимально разнообразный. Есть как рынки с огромными завалами, там с одеждой по одному доллару. Ну и, конечно же, больше. Те, кто любит такой вариант, я думаю, вам здесь очень сильно понравится. Есть также в центре Анталии торговые улицы. Причем с недорогими ценами, я замечу, на одежде тоже. Чуть-чуть, наверное, дороже, чем на рынке. Там штаны по 30 лир, по 20 лир какие-то кофты можно найти. И, конечно же, здесь есть торговые центры, всеми любимые магазины кожи, меха, кожаные обувь тоже есть. И такие же стандартные магазины в Турции, как LCY Kiki и прочие недорогие магазины, откуда туристы очень любят привозить одежду с собой на родину. И, кстати, небольшой лайфхук. У нас есть обзоры как рынков, так и торговых центров, отдельных магазинов. В общем, все-все прежде, чем ехать. Советую посмотреть, чтобы вы знали, куда бежать, чтобы не тратить свое драгоценное время на отдыхе. И огромный плюс, то, что здесь, кроме пляжного отдыха, есть всевозможные развлечения. Есть историческая часть Анталии. В разные годы Анталии приходилось находиться под властью римлян, греков и византийцев. И из-за этого в городе сохранились памятники самых разных эпох и культур. Следующая у нас с вами часть досуга с детьми или просто для любителей животных. Океанариум – одна из главных достопримечательностей, кстати, Анталии. И в нем самый протяженный в мире панорамный тоннель. Аж 131 метр. Кстати, дорогие мои друзья, рассказывайте, пишите в комментариях ваш любимый город для отдыха. Давайте будем сравнивать, выбирать. Я думаю, это будет очень интересно. И погнали дальше. Дальше у нас с вами зоопарк. Очень много всевозможных животных. Также есть трогательный зоопарк. Мы были в прошлом году, мне очень понравилось. Так что, возможно, если вы не ребенок, вам тоже очень понравится. Так что зоопарк можно рассматривать не только для отдыха с детьми. Тем более, в начале зоопарка есть просто огромнейшая зона со стульями, со скамейками. В общем, как везде в Турции. В Турции это очень любят выходить на пикники. И что самое примечательное, в какой-то один из знойных дней можно там спрятаться, так как вся эта зона находится в таком лесу. Насколько я помню, сосновым. Но, возможно, не сосновым. Я думаю, это не важно. Рядом с зоопарком есть Фантастик Парк. Так что, можно совместить два похода сразу. Но я бы не советовала. Потому что, что зоопарк, что Фантастик Парк достаточно большие. А для любителей гор, в Анталии есть специальная гора Тюник-ТП. Есть канатная дорога. Можно сесть, добраться доверху. Приблизительно время в пути 10 минут. И посмотреть на прекрасную Анталию с высоты птичьего полета. И еще одна из главных достопримечательностей в Анталии, кто хоть раз был в этом городе, скорее всего, посещал эти достопримечательности, это водопад Дюден, который впадает в Средиземное море. Есть, кстати, как верхний водопад, так и нижний. Но, в основном, туристы предпочитают ехать на нижний водопад. И также есть очень интересные экскурсии на катерах из старого города. Можно доехать до этого водопада и посмотреть водопад снизу. Это намного впечатляюще, чем смотреть водопад сверху. Также один из плюсов. Можно прочувствовать местную турецкую жизнь. Вот это посидеть на травке, поесть в местных кафе. Кстати, по приятным ценам, так как это кафе для местных, а не для туристов. И на этом с плюсами у нас с вами все. Сейчас мы перейдем с вами к самому интересному. И пока переходим, пожалуйста, напишите, куда вы в этом году планируете. Я подозреваю, что вы планируете в Анталию, но вдруг я ошибаюсь. Так что обязательно напишите. И самое интересное, это, конечно же, у нас минусы. Минусы тоже есть, конечно, как и везде. Несмотря на статус топового курорта, отелей для туристов в самой Анталии не так уж и много. В основном крупные комплексы работают в пригородах и, кстати, надо заметить, весьма живописных. То есть в Анталии меньше выбора, отелей по системе все включено. И по моим наблюдениям, они подороже, нежели в соседних курортных городах, поселках Бельдеби, Кемергии, Нюкси, Деи и так далее. И в конце мы обязательно посмотрим цены на отдых в Анталии на это лето 2022. И мой личный минус, как жителя Анталии, нет ощущения такого отдыха, как в деревне. Вот, допустим, как в курорте Кемер, если кто-то был. Там все ходят по улице, голенькие, в плавках. Какая-то такая максимально расслабленная атмосфера. Но нужно сказать то, что здесь тоже пытаются некоторые туристы по городу ходить в плавках, в купальниках. Как-то максимально расслаблено. Конечно, это смотрится очень дико, нежели ощущается отдых. Вот, так что, если у вас есть желание ходить голенькими по городу, лучше ездить именно в такие курортные города, где нет местных жителей. Следующий у нас минус, то, что меньше знают и русский, и английский. Потому что все-таки, когда вы отдыхаете в каких-то курортных городах, там все нацелены на продажу. Все знают и русский, и английский, и еще какой-нибудь. И самый интересный минус, это летом, июль, август, ужаснейшая просто жара, это невыносимая. При том, что мы переехали в Анталью из южного региона города под названием Волгоград. То есть, в принципе, там летом тоже жара плюс 40 градусов. Но здесь стоит такая же дикая жара, что можно сказать, в основном местные жители днем не выходят. Приблизительно где-то до 9, до 10 делают свои дела, и потом уже выходят после 5, после 6 вечера. Это, опять же, напоминаю, июль-август. Июнь еще более-менее сносно. Но если вдруг вы захотите отдохнуть в самое классное время в Анталии, это сентябрь. Нет такой жары, плюс очень классное уже прогретое море. Вот в отличие, допустим, от мая. В мае еще море такое достаточно прохладное. А теперь мы с вами посмотрим стоимость отдыха в 2022 году в городе Анталия. Будем смотреть вылет из Москвы на 7 ночей двоих взрослых. Посмотрим с вами несколько вариантов, как и самый-самый дешевый отдых, а также от скольки стартует отдых в отелях по системе «Все включено». Отдых у нас стартует от 90 тысяч на двоих человек до пляжа 100 метров. Это отель «Три звезды». Теперь с вами посмотрим пятизвездочный отель. В Анталии их не так много. Нам предлагают 37 отелей на выбор. И посмотрим, от скольки начинаются цены в этом году. Самый дешевый вариант от 115 тысяч 700 рублей до пляжа 750 метров. Гостиница под названием «Фалес». Самое интересное, мы живем буквально в 15-20 минутах от нее. По моему мнению, это самая красивая часть набережной Коньяалты. Также есть рядом очень-очень красивый парк, который вы видели на кадрах ранее. Обращаем внимание на рейтинг. У этой гостиницы рейтинг 6,2. Что не так хорошо, давайте посмотрим, какие еще варианты предлагают. Следующий вариант у нас предлагают «Анталия», «Гранд Парк Лара Хотел». То есть находится в Ларе, до пляжа 200 метров, цена 135 тысяч. Ну, практически как и в «Фалезе». Но здесь, обращаем внимание на рейтинг, уже рейтинг хороший – 8,7. Следующий у нас отель для пляжа 50 метров, рейтинг 9,1. Ну, практически по аналогичной цене. Теперь мы с вами спустились пониже, смотрим следующие отели. Вот тут написано «Анталия Кунду». Вроде бы это Анталия, но на самом деле Кунду уже больше идет как пригород Анталии. То есть нет такого, что вы выходите из отеля и гуляете по Анталии. Все-таки придется добираться до основных достопримечательностей. В принципе, как и до самой Анталии. Так что имейте это в виду. На этом, дорогие друзья, у нас с вами все. Спасибо, кто оставляет лайки и комментарии. Нам это очень-очень приятно и важно. И кто всегда забывает подписаться, рекомендую подписываться на наш канал. У нас очень много всего интересного про отдых и про жизнь в Турции. Пока-пока!